Приобрести этот или любой другой интересующий вас товар по цене ниже, чем у производителя, вы можете просто написав нам на Viber или позвонить по телефону, указанному в описании к данному видео. Все цены на нашем сайте antikrisis.com представлены без учета скидки. Это не рекламный ход, а лишь требование производителя держать рекомендованную розничную цену. Напишите нам, и цена вас приятно удивит. Также, помимо самых низких цен, мы предоставляем нашим клиентам копию заключения эксперта о непринадлежности товара к холодному оружию. Данные документы есть к большинству продаваемых нами ножей. Приятного просмотра! Решили снять для вас небольшой обзор распаковки на самый-самый-самый продаваемый за последние пару лет термометр. Модель TP-101, он же GR-1. Разница в чем? Разница лишь в том, что GR-1 шел в блистерной упаковке, TP-101 идет в вот таком тубусе. Модель абсолютно идентична. Давайте распакуем и посмотрим, что же у нас внутри. Внутри у нас вот такой вот пластиковый тубус. С небольшой инструкцией и характеристиками о измерениях. От минус 50 до плюс 300 градусов. И по Фаренгейту он меряет минус 58 до плюс 572. Габаритные размеры у него 187 миллиметров на 20. И питается он от батареечек LR-44. Погрешность производитель заявляет до 0.1 градуса. Ну, то есть погрешность минимальна. Сейчас мы с вами откроем тубус и посмотрим на наш термометр. Так, ну, здесь идет инструкция, как им пользоваться, как переводить из Celsia в Фаренгейт на английском и на китайских языках. Инструкция небольшая, но тут без инструкции, в принципе, все понятно. Сзади у нас находятся батареечки. То есть, если хотите поменять батарейки, откручиваем, достаем, ставим своим. Так, по кнопкам. Кнопка on-off, кнопка Celsia в Фаренгейт, кнопка удержания и кнопка максимальное-минимальное значение. Ну, вот мы отключили с вами его. Он показывает, у нас будет комнатную температуру. Сейчас мы попробуем рукой его подогреть. Вот видите, сразу температура растет. То есть, в принципе, измерения у него четкие и быстрые. Также мы можем нажать вот эту кнопку, и он будет у нас показывать по Фаренгейту. Ну, в Celsia. Зачастую все его и используют. Фаренгейтом редко кто пользуется. Но, тем не менее, кнопочка hold. Это кнопка удержания данных. Вот здесь загорается у нас датчик hold. И кнопка минимальных-максимальных значений. Вот мы фиксируем максимальное и минимальное. Вот такой вот добротный термометр щуп. Бюджетный. Но от этого и самый продаваемый. Потому что показания у него четкие более чем. Ну и цена, соответственно. Как видите, мы руку убрали. Температура у нас сразу начинает падать. Его можно, естественно, использовать и в морозилках, и в кипящих жидкостях. Где угодно.